Перед началом сезона 2019-2020 президент РПЛ Сергей Пряткин говорил о задаче запустить систему ВАРь с первого тура. 15 июля на матче чемпионата России между Локомотивом и Рубином, один к одному, ВАРь использовался в оффлайн-режиме. Система пока не применялась на матчах РПЛ в оффлайн-режиме. РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования ВАРь во втором туре РПЛ. ИФАП, Международный совет футбольных ассоциаций, дал официальный допуск. «Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения ВАРь. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет Динамо, Рубин», — сказал глава РФС. Тестирование ВАРь было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке Конфедерации. В 2018 году была применена на чемпионате мира в России. На данный момент ВАРь используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне 2018-19 в рамках Кубка России, а также применялась в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне 2019-2020.